Чемодан придется платить. С сегодняшнего дня две авиакомпании Ryanair и Viseir вводят дополнительную плату за ручную кладь. Бесплатно пронести на борт теперь можно разве что небольшую сумочку. Виталия уже оспорила изменения. Как обстоят дела в Латвии, выяснял Эвол Дуколь. Облегчить посадку пассажиров в самолет и сделать ее быстрее. Так авиакомпании объясняют необходимость взимать дополнительную плату за пронос чемоданов небольшого размера на борт. Таких, за которые ранее платить не приходилось. Тем, кто летит самолетами Ryanair или Viseir, стоит учесть, что с 1 ноября они берут плату за ручную кладь. Все, что нужно знать. Вот это платно, вот это бесплатно. Без дополнительной платы в салон можно взять только одну единицу ручной клади размером 40 на 20 на 25 сантиметров. У авиакомпании Viseir размеры немного отличаются. За вторую единицу ручной клади весом до 10 килограммов с пассажира возьмут 8 евро. Но при этом сумку нужно будет сдать в багаж. Авиакомпании и Рижский аэропорт начали заранее предупреждать пассажиров об изменениях. И сегодня никакой суеты у стоек авиакомпании не наблюдалось. Это очень неправильно. Человек летит, значит, что-то должен с собой взять. Мы же не летим вот так, как стоим, не на пляж идем. Очень неправильно. Есть люди, которые спешат, вот как в данном случае женщина, на похороны. Поэтому она хотела бы взять вещи с собой. Я думаю, что было бы хорошо, чтобы делали так, как удобно. Против, конечно. Мы не хотим платить. Маленький вес 7 килограмм. Зачем платить? Дешевые авиакомпании летают на недалекие расстояния. Поэтому я считаю, что это только нормально заплатить за багаж. В противном случае они могут поднять цены на билеты. Я считаю, это хорошая идея. Сейчас люди берут очень большие чемоданы в салон. И из-за таких людей самолет не взлетает вовремя. А страдают те, кто действительно взял с собой маленькую сумку. Итальянский совет по конкуренции уже обязал авиакомпании отменить дополнительную плату. В РНР уже ответили, что намерены судиться. Латвийский центр по защите прав потребителей пока не комментирует нововведения.